Проверка связи. Родина сказала надо, он ответил есть. Егор Бернацкий всегда знал, что будет служить. Военная специальность – оператор радиолокационной станции. До призыва парень успел получить и гражданскую. Окончил железнодорожный техникум в Гомеле. Армейские будни проходят за монитором. Главная задача – следить за летательными объектами. На этом радаре появлялся даже борт номер один. В сентябре к нам в Бобруйск прилетал главнокомандующий Республики Беларусь. Самолично сопровождал его. Вел с Минска до Бобруйска и с Бобруйска назад до Минска. Сопровождал, видел его все расстояние. В радиотехническом центре срочную военную службу проходят 20 человек. Сержанты, контрактники и прапорщики – еще 28. Плюс 15 офицеров. Для Егора и еще троих солдат сегодня звучит команда отставить наряды и дежурство. Мужчины увольняются в запас. Вчерашние командиры благодарят их за службу. Торжественный марш завершает ритуал. Поощрение лучших военнослужащих, которые на протяжении всего периода службы зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Поощрения бывают разные. Сейчас военные всего мира идут по пути внедрения новинок технического прогресса. В этом смысле войска радиолокационной разведки традиционно в лидерах. Они способны обнаружить летательный аппарат противника на расстоянии до 400 километров. Остаться незамеченными нет шансов. На вооружении у нас стоят радиолокационные станции различного типа, радиосавтомеры, а также навешивший комплекс средств автоматизации. Постоянно выполняем задачи исключения боевого дежурства. Это подготовка личного состава в ходе проведения учений, мероприятий, боевой подготовки. Радиотехнические центры круглосуточно несут боевое дежурство по всей стране. Их главная задача – мониторинг воздушного пространства и госграницы. Комплексы, которые стоят на вооружении, позволяют эффективно противостоять любому неприятелю. А значит, белорусское небо под надежной защитой. Карина Гуевич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.